Стены знаменитого дворца Суксо уже в какой раз принимают выставки живописцев. На этот раз экспозиционную площадь украсили работы заслуженного художника России Николая Полюшенко. Небольшое пространство, кажется, специально предназначено для таких изящных работ, выполненных в различных техниках. Светлые полотна о мечтах, сцене, путешествиях, верности Отечеству. Всего 30 работ под общим названием «Рядом с Чеховым. Памятные места. Иллюстрации». Глядя на эти картины, артековцам захочется узнать как можно больше интересных фактов из жизни классика. Взглянуть сквозь чеховская пенснена, ироничного чеховописателя, задумчивого чехово-врача, таинственного чехово-человека. Все работы остаются в собственности артека. Я, естественно, надеюсь, что передать в дарм в будущем вам другие серии, потому что моя коллекция более тысячи работ. Именно и храмы России, и опять же возрастающих шолохов, и чехов, и другие темы есть, которые будут интересны именно подрастающему поколению. Официальное открытие состоялось в торжественной атмосфере с речами, благодарностями в присутствии самых заслушанных чеховедов. Чтобы перенести гостей в ту эпоху, организаторы предложили послушать Рахманинова. Кстати, после выступления участника проекта «Хрустальной звездочки» Владислава Пишне пригласили в Дой музей Чехова сыграть на фортепиано, к которому прикасались руки гениального композитора. На этом пианино уже в наше время Святослав Рихтер играл. Так что это не всем, как говорится, мы даем. А вот он играл прекрасно, между прочим, да, замечательно, да. Он заслуживает прикоснуться к тем клавишам, как я сказала, когда играл Рахманина в Чеховском доме. Выставка, приуроченная к 155-летию писателя, официально продолжила год литературы и, возможно, станет началом грандиозной акции. Полюшенко предложил руководству Артека провести конкурс детского рисунка, итогом которого станет издание книги с самыми яркими и интересными иллюстрациями. Если мы издадим книгу с рассказами Чехова и где будут их иллюстрации, эта книга будет здесь находиться у вас и будет распространяться тоже в Артеке. Представляете, через 30 лет приезжают детки, а рисунок их папы, который нарисовал здесь вот толстый и тонкий, что-то другой рассказ. Идею конкурса уже поддержал заместитель министра образования и науки России Вениамин Каганов. По его мнению, наибольший успех получается тогда, когда сочетается несочетаемое.